В доме на Крутицкой состоялся вечер в память об одном из самых известных авторов-исполнителей 20 века Владимире Высоцком. Подобные встречи в библиотеке становятся доброй традицией. Ежемесячно молодежь приходит на Библию вечера, чтобы поговорить о талантливых людях. Юбилей Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы 75, предопределил тему воскресного вечера. На вечер приглашены как студенты, как школьники, так и люди-современники его, которые уже являются его поклонниками. Творчество Владимира Высоцкого все-таки должны знать и те ребята, которые уже родились после его смерти, потому что его творческое наследие, конечно, огромное. Все его стихи, все его песни, они актуальны и в настоящее время. Александру Аглопину удалось дважды слышать голос Владимира Высоцкого вживую, трогал задушевность и естественность исполнения. Я сам пишу песни, и Высоцкий, он всегда стимул для творчества. Согласен ты с ним или не согласен, это всегда полезно, это всегда будет мысль, это всегда бередит душу, и это развивает тебя во всех отношениях. С ним можно подбеседовать, как с другом поговорить. То есть для меня он прежде всего человек, человек с большой буквы, потому что он понятен для всех. Во время вечера всех гостей библиотеки познакомились с биографией Владимира Высоцкого. Прозвучали самые популярные композиции. За свою жизнь он написал около 800 стихов и песен, сыграл 20 ролей в театре и кино. У меня бабушка очень любит Высоцкого, и даже дедушка ревновала бабушку к Высоцкому, к ее фнатичному отношению. И поэтому как-то с детства пошло, что мне нравился Высоцкий, и именно любовная лирика, баллада о любви, это просто гимн какой-то, который я слушала с самого детства и переслушиваю до сих пор. В этот вечер песни и стихи Высоцкого в исполнении Ивановцев звучали без устали. Каждый из участников вечера мог рассказать о том, как на него повлияло творчество Владимира Семеновича, какие песни наиболее любимы и почему. С творчеством Высоцкого была знакома, но не так хорошо. И вот благодаря этому библиовечерам нашему я открыла для себя своего Высоцкого. Ну, мой Высоцкий – это Высоцкий ледокол. Это человек, который колет вообще абсолютно любой застой, социальный, нравственный, творческий. Это человек с огромной силой духа для меня и вообще, ну, как пример даже, не знаю, характера какого-то, вот именно стойкости силы. Владимир Высоцкий – человек с гитарой, смог завевать весь мир. Люди разных профессий, слушая песни автора, принимали Высоцкого за своего. Из его уст лилась правда жизни, которая многим была близка. Актуальными его песни и стихи остаются до сих пор. Он молчал не в попад, не в так-то певал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.